Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Бальканто. Меня зовут Елена Корнелес-Сысоева. Я оперная и концертная певица и хранитель старой итальянской вокальной методики итальянской школы по летней Милуке и Дельмонако. Сегодня я рассказываю о книгах, которые наталкивали меня на размышления, потому что что-то повторить невозможно, стопроцентно смысл какого-либо произведения, но можно наполнить любое музыкальное произведение своим смыслом. Для этого нужно этот смысл найти. Это прежде всего, допустим, книги-воспоминания, Вот, например, я вам показывала «Танин Неждановый». Вот такая книжка. Там было очень интересно. Причём в книгах мне интересно не с кем она работала, а мне интересно, как она реагировала на репетиции, как она общалась с простыми людьми, а почему она именно этот круг вообще не выбирала. То есть её какой-то камертон внутренний мне был интересен. А что она писала о подготовке каких-то партий, каких-то ошибок своих. Вот она не побоялась там о каких-то ошибках писать. Вот такие мелочи. Потому что они формируют ежедневную работу над самим собой. Очень интересно это описала, на мой взгляд, в своей книге Ирина Константиновна Архипова. Вот, «Музы мои». И мне были очень интересные моменты. Она вспоминала, допустим, слова своего учителя, философские мысли по разным поводам жизненным, по разным ситуациям, для разных ситуаций, с которыми столкнулась Ирина Архипова сама. Очень интересно. Чтобы была личность на сцене, нужно сделать свой внутренний мир. Нужно сделать свою внутреннюю страну музыканта. И эту страну невозможно повторить за кем-то. Она должна произрастать естественным образом. И нужно давать правильную пищу для этого роста. Ну, Галина все знают, Галина Вишневская. Тоже очень интересно. Её эмоциональное состояние, её умение собираться. Она хорошо, это описано в книге. Это очень хорошо описано, как нужно собираться, даже когда тебя расстраивают. Да, замечательно. Мне очень нравятся вот такие театральные мемуары. Я, допустим, один привела, вот, пример. Да, Савиной. Хотя, я думаю, и Станиславского там тоже можно очень почитать. Интересно. Например, из «Мужских голосов». У меня вот здесь есть Николай Геда. Очень интересно. Он описывает и трагедию своей жизни. Большую, в 18 лет, он узнал, что он приёмный сын. Хотя и родственники воспитывали, но он приёмный сын. Как он сам говорит, лучше бы я не знал. Очень интересно. И это опять характеризует как личность. Ведь певец – это же не автомат. Многие думают то, как человек выглядит на сцене, но на самом деле нет. И вот как раз такие книги, что описывают ситуацию жизни певца. Певец не является автоматом, он человек. И в то же время этот человек делает определённые поступки. Очень интересно. Фишер Дискау мне был интересен. Да, у него огромное количество имён. Поэтому, да, мне было интересно посмотреть неизвестные мне имена, найти их где-либо и почитать, ознакомиться или послушать. Если это дирижёры. Было очень интересно. И очень интересная книга. Ещё это «Маска и душа Шаляпина». Я вот таких книг разрешаю себе, допустим, делать пометки. Я считаю, что книга дана не для того, чтобы она в шкафу стояла. Она дана, прежде всего, вашу жизнь. И насколько вы глубоко с ней проработаете, настолько эта книга оставит глубокий отпечаток, нужный для взращивания своего внутреннего мира певца в вас самих. И в прошествии многих лет я уже так смотрю свои пометки, думаю, боже мой, как здорово, что я это делала, что я размышляла над определёнными словами, фразами. Ведь нужно же увидеть подтекст. И вот здесь вы подходите к ситуации актёрской работы. К актёрской работе. Ситуация, вы должны увидеть подтекст. Так вот, вокалист, он ведь должен видеть подтекст текста. Подтекст текста. Он смысл текста должен петь, а не сам текст. Почему вы говорите что-то? Почему вы поёте что-то? Почему там пауза стоит? Что там случилось? Почему такое вступление оркестра? И Шаляпин вот эти моменты очень тонко-тонко описывает. Он где-то даже пишет, что неправильные декорации, там открытое окно в сцене, оно разрушает всю сцену. То есть мышление, значит, человек планирует для себя образ, даже хорошо прорисовывает, а что может быть вокруг него в мизансцене, что соответствует этому образу. И это касается не только оперных сцен, арий. Это касается и камерной музыки. Я очень много видела певцов, которые поют текст. И они этот текст переживают. А ведь на самом деле текст – это всего лишь можно было другими словами что-то сказать. Что сказать, да, абсолютно к этому смыслу. А вот попасть в этот смысл, и тогда ваш голос окрашивается совершенно иными интонациями, обертонами, другой глубиной, другой какой-то теплотой или наоборот холодностью, то есть здесь уже дух и душа включаются в работу с голосовым аппаратом. Вот немножко о том, что читать полезно. И моя практика показывает, если вы открыли какую-то книгу, вы видите какой-то интересный совет, или вы чувствуете, что вот с помощью этого предложения, вот это просто я чувствую, это совет как бы вокалисту, или я могу это использовать. Используйте это, не читайте дальше. Потому что огромное количество того, что вы думаете, что вы запомните и не используете, и не попробуете, как это на практике у вас, просто как бы загрязняет. У вас складируется что-то, вы думаете, что это складируется, а на самом деле это не развивает. Развивает только практика. Вы что-то нашли для себя интересное, и нужно это применять. Поэтому я читаю вот такими вот небольшими всегда абзацами. И если мне интересно, «О, это интересно, я останавливаюсь, тогда я больше дальше не читаю на сегодняшний день, там, в один день. Я над этим работаю, да, я вспоминаю это, я пытаюсь, может быть, спеть, или я пытаюсь что-то так придумать, упражнение на эту тему, или ещё что-то. Чтобы информация эта глубоко осталась в вас, а просто не просто на уровне менталитета. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...